Сейчас опять волну обдаст Перегрузка достигает 9 ГН Сделанный по технологии стелс F-35 Неужели к нему можно прям так подойти И потрогать его? Я надеюсь, что мне дадут внутри кабины поснимать Там вот джойстик видно такой классный Авиасалон проходит в Берлине Я немножко в шоке от такого кайфа А мы здесь видим дрон, который летает на газу Ну да, у нас нет дроны Ничего нет важнее на каждом мероприятии, чем ресторан Сегодня мы попали на авиавыставку, на авиасалон Ила Вот мы слышим рев движков Наш красавчик Еврофайтер 2000 Хочу вам рассказать немножко про этот Замечательный самолет Это поколение 4+. 4+, она только потому, что у него нет технологии или возможности стелс Но все-таки у него заметность снижена За счет формы, за счет покраски, я думаю Самолет создавался силами европейских стран Таких как Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия Самолет получился успешный Его, конечно, так как много стран долго не могли договориться Создавали его немножко долго Но вышел он очень удачный Удачный он в первую очередь, наверное, за счет выбранной аэродинамической схемы Это называется утка Это когда большие треугольные крылья А спереди вот такие вот маленькие крылышки Для стабилизатора У истребителя два мощных реактивных двигателя Двигатели очень компактные и при этом очень мощные Схема утка Самая маневренная форма самолета Сам по себе самолет компактный Небольшой И очень маневренный Ну вот, в первую очередь, за счет того, что выбрана правильная, удачная аэродинамическая схема И за счет мощных двигателей Ну, вы сами видели, как он летает Очень узкие круги Очень живо нарезает У него большая динамика Вот, сильный самолет Хочу рассказать одну историю История эта произошла на ИЛИ 2006, по-моему Тогда я первый раз попал на авиашоу Я тогда изучал самолетостроение как раз таки И мы с ребятами, в общем, поехали всей компанией сюда Только в 2006 году Вот И там летал МиГ-29 ОВТ МиГ-29 ОВТ Это МиГ-29 только с управляемым вектором тяги Когда сопла вращаются во все стороны И направо, и вверх, и вниз, и влево Вот И МиГ, конечно, там показывал сумасшедшую акробатику Он просто останавливался на месте И крутился Просто в любые стороны Это называется сверхманеверность Ну, мы все, конечно, были в восторге Вообще вся публика была в восторге Ну, это просто из рода фантастики Ну, все это самолет останавливается в небе И на месте крутиться начинает Так оказалось, что случайно рядом со мной Какой-то дядька стоял, немец Я с ним разговорился И оказалось, что он инженер Один из инженеров, участвовавших в разработке Еврофайтера Вот Ну, я немножко такой провокационный вопрос ему задал Типа, кто кого уделает в воздушном бою Ну, он как культурный европеец Не стал прямо отвечать на этот вопрос Он мягко, уклончиво Говорит, ну, все зависит от ситуации, да Смотря на каких скоростях Смотря на каких высотах Да, действительно МиГ-29 за счет МиГ-29 ОВТ Или МиГ-35, его современная версия За счет Вектора управления тяги Управляемых сопел Он очень маневренный, но эта маневренность у него только на дозвуковых скоростях Небольших скоростях до 700 км в час, по-моему Вот Еврофайтер же за счет своей схемы утка Он У него Маневренность, скажем так Он и на маленьких скоростях Очень маневренный Но он и на больших скоростях Сверхзвуковых Он тоже Остается Маневренным Вот МиГ на высоких скоростях Сверхзвуковых Он У него такого свойства Ну, оно у него есть, наверное Но не так ярко выражено На самом деле Для Еврофайтера Значит Управляемый вектор тяги Уже к тому моменту был испытан То есть до 2006 года Скорее всего это где-то в начале 2000-х было Или еще даже в 90-х У Еврофайтера был разработан И испытан управляемый вектор тяги Но ставить его не стали Ставить его не стали Ну, во-первых, это дорого Во-вторых, они посчитали, что У Еврофайтера Такая хорошая динамика Такая хорошая маневренность Что сверхманевренность ему не нужна То есть все эти зависания в воздухе Развороты на месте Ему достаточно Своей маневренности Очень быстрых, динамичных разворотов Значит Немцы считают то, что Когда самолет зависает в воздухе Он не может уйти от ракеты Ему просто Он висит в воздухе На одном месте Ему некуда будет от нее деться А если самолет Как Еврофайтер Просто быстро маневрирует Но при этом у него динамика сохраняется То он может при этом уходить от ракет Которые по нему запускаются Ну вот Две причины Почему они не стали ставить на Еврофайтер Управляемое сопло Я ушел в небо Если взять МИГ-29 или Су-27 И сравнить с Еврофайтером То есть коренные модели МИГ-29 и Су-27 Они очень маневренные Но Еврофайтер это более новый самолет И он все равно маневреннее их Он маневреннее их Если поставить на МИГ-29 или Су-27 Управляемый вектор тяги И соответственно из них получается МИГ-35 и Су-35 То они уже более маневренные Чем Еврофайтер Но если на Еврофайтер поставить Управляемый вектор тяги То я думаю Что он опять снова будет маневреннее Чем МИГ-35 и Су-35 Поэтому я считаю Вот Еврофайтер часто недооценивают Типа ну это не пятое поколение То и все Там какой-то Общий европейский проект Нет Я считаю Что это очень крутой самолет С огромным потенциалом Да у него нет стелс свойств Но все же Он очень маневренный Быстрый У него отличное вооружение Если на него установится Управляемый сопло То он будет еще более маневренный Чем Су-35 И может быть даже более маневренный Чем Су-57 Этого мы точно не знаем Потому что он легче Это однозначно Он меньше Он легче Проход на минимальной скорости С задранным носом Как я люблю это ощущение Этого грома Когда земля под ногами трясется У него мощный радар Радар с активной фазированной Антенной решеткой Дальность обнаружения радара Больше 200 километров Я знаю то, что В испытательных боях Против F-22 Самого мощного Американского истребителя Датого поколения Еврофайтер В большинстве случаев Даже выигрывал То есть его радара Достаточно даже Чтобы Обнаружить Вовремя F-22 Который малозаметный Который стелс Между прочим Вот Но Самая наверное Такая фишка Которая есть у Еврофайтера И про которую Многие даже не знают Это его Система Оптическая система Обнаружения целей То есть Такая же система С таким же принципом Стоит на советских И на российских самолетах Только на них Дальность обнаружения По-моему До 50-70 километров Максимально Тут же Дальность обнаружения Вот этот вот шарик В нем Лазерные дальномеры Оптика Я не знаю Что там точно стоит Но За счет лазера Находится Измеряется расстояние До других самолетов И У Еврофайтера По-моему Даже до наземных объектов Вот Фишка Еврофайтера Состоит в том Что Эта система Называется На Еврофайтере Пират Система Пират Очень дорогая Но ее особенность Та Что он способен Тоже на расстоянии До 200 километров Если не больше Обнаруживать Воздушные цели То есть Этот самолет Способен Обнаруживать врага Оставаясь Незаметным Не включая Свой радар Ничего не облучая Он способен Только за счет Оптики Незаметно Подкрасться К своему врагу И атаковать его То есть Система Пират Безумно дорогая Поэтому ее Ставят только На каждый Четвертый Еврофайтер Но с помощью У него Он Получает Такие качества Которые Ну недоступны Многим Большинству Или в принципе Другим Занстребителям Вот Это основное Что я хотел Рассказать Про Еврофайтер Ну Видно что Боевая машина Очень Он такой весь Спортивный Компактный Маневренный Красивый Вот И К сожалению Недооцененный Самолет Его Постоянно Развивают То есть У каждой Европейской Страны Своя модификация Еврофайтера У кого-то Дороже У кого-то Дешевле Вот Это у нас Испанская Испанский Вариант О Пошел Офигеть Вертикально Вверх Сегодня Жара 33 градуса Наверное Если не все 35 Я уже Весь Вспотел В своей Супер модной Футболочке С чайками Которую Я сам Нарисовал Мы видим Уже Какие страны Угладают Или заказали Этот самолет А немножко Позже Я расскажу Вам про него Все что знаю Еще один Еврофайтер Ну просто Красавчик Просто Красавчик Ну вот Ракета К нему Вот Сейчас Если Это та Ракета То я вам Про нее Расскажу А Это Это Противорадарная Ракета Нет Это то Посмотрите Какой он весь Вылизанный Какой красивый Тут Представлено Оружие Использующе Так Ага Вот Ракета с оптическим Ага Это подвесной контейнер Это подвесной контейнер Для наведения целей Вот У него Кстати Нирис Видели Установку Да Короткой дальности Машину Которую Показывал Вот А эта ракета От нее Также используется На самолете Ирис Т Или скажем так Самолетная ракета Используется С системой ПВО Тоже Вот Это американская Ракета Амра 3D дальности Господи Что у нас такое Ой Это большая Крылатая ракета Вот эта Здоровая Крылатая ракета Да Вон у нее Крылышки Сверху Раскладываются Сбоку Видно Воздухозаборник Для реактивного Двигателя Кильи Да Да Это Это значит Это у нас Крылатая ракета Сделанная По технологии Сталс Вот Модульная Ракета Так Это что у нас С первого 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 Я хотел вам Показать Ракету Метеор Но ракету Метеор Я что-то Здесь не вижу А Вот Ракета Метеор Вот Самая Крутая Ракета В мире Сейчас Посмотрите Как красавица В общем Основная Фишка Еврофайтер На данный Момент Это его Европейская Ракета Метеор Что Особенности Какая Особенность У этой Ракеты Это ее Двигатель Это ракета Средней Дальности И обычно Ракеты Средней Дальности Они К концу Полета Когда Подлетают К цели Уже Они Выдыхаются У них Мотор Уже Останавливается Все порохи Сгорели И она Летит Только По инерции И ей Чтобы довернуть На цель Ей часто Не хватает Энергии У нее Уже Нету Этой Динамики Нету Силы Так как Она По инерции Лететь Ей не хватает Мощности Довернуть На цель И поэтому Если стрелять Ракетой Средней Дальности Со средней Дистанции Или с дальней Дистанции Попасть Вероятность Поразить Противника Не так высока Если он Делает Уклоняющиеся Маневры Вот Что сделали Немцы Немцы Разработали Новый Ракетный Мотор У которого Вот этот Порошок Химический Который Сгорает Он Дозируется То есть У обычной Ракеты Он Сгорает Равномерно И он Когда до конца Догорел Ракета Уже По инерции Летит Дальше Вот А немцы Сделали Мотор С химической Реакцией Где Вот этот Порошок Он Дозируется И то есть Можно Вначале Допустим Сэкономить Его А в конце Когда ракета Увидит цель Можно Мотор Запустить На полную Мощность Чтобы Она Могла Пользоваться Своей Маневрностью Чтобы Она Могла Совершать Жесткие Маневры Вот А не Выдохлость И За счет Этого Значит У Еврофайтера Больше Шансов Поразить Противника На Средней И на Дальней Дистанции Вот Только За счет Этой Ракеты Потому что Она Легче Попадает Догоняет Свою цель Вот Ракета Метеор Но Также Эти Ракеты Могут Использоваться И на Других Западных Самолетах Американских В общем Да Но Разработка Именно Европейская Мотор У ракеты Немецкий Насколько Я знаю Сама Ракета То ли Французская То ли Общая Какая Вот Ну И конечно же Еврофайтер Это Интернациональный Проект Вот Тут Мы Видим Пуш Вот Такая Пушка У него Стоит Пуля Пуля Снаряда 20 Миллиметровый А 27 Миллиметровый Ага И пушка У нас Маузер БК 27 Вот Такие Вот Сопла Красавчик Это Еврофайтер И Беспилотники Которые Его Сопровождают То есть Они тоже Могут Нести Оружие И он Их Вперед Посылает Они Атакуют Самые Опасные Цели А потом Он Уже Прилетает Разбирается Или Они Атакуют ПВО А потом Он Уже Летит Дальше Все Доделывается Сделаны По технологии Стелс F35 Обалдеть Слушайте Это Прям можно Неужели Да Не может Быть На ощупь Сверху Немножко Мягкая Поверхность И это Видимо Связано С тем Что Стелс Покрытие Противорадарное Это Наверное Какой-то Толстый Слой Специальной Краски И Вот Он Немножко Немножко Он Мягковатый Классно Вот Видим Какие-то Сенсоры Но Это Сенсор Скорее Всего По обнаружению Ракет Сверху На кромке Крыла Мы Тоже Видим Еще Один Сенсор Ну Говорят Что Он Весь Утыкан Всякими Сенсорами Со всех Сторон Чтобы Знать Оперативную Обстановку Вокруг Себя Вот Но Я думаю Скорее Всего То Что Этот Сенсор Как раз Таки Реагирует На Подлетающие Ракеты Может Там Еще Видеокамеры Какие-то Есть Вот Какие-то Тут У него Да У него Все Люки Такие Они Скрытые Все Люки Коробочки Открывашки Панельки Вот То Что Здесь Вот Открыто Это У нас Бомбой Люк Ну Не Только Бомбой Люк Там Ракеты Тоже Находятся А Вот Видим Шов Да Здесь Под Крылом Здесь Еще Один Люк В котором Спрятаны Ракеты Но В целом Если Сбоку Смотреть На Него Он Похож На Большую Корову Или На Бочку Сам К себе Самолет Ну Скажем Так Не Сильно Маневренный Я Сказал Даже Мало Маневренный Для Ближнего Воздушного Боя Он Не Подходит Один Порат Продолжение следует... Конечно, я пока смотрел самолет, я понял, что на самом деле это не оригинал, это все-таки модель. Это все-таки модель, потому что первое, что мне бросилось в глаза, это вот эти стойки вот такого плана. Это все не оригинал, это просто модель. Иначе бы тут совершенно другие вещи были бы, их было бы гораздо больше. Там были бы гидрокомпрессоры, всякие шланги, трубки. Вот, и, конечно, здесь все сенсоры, которые мы видели, это тоже не настоящие сенсоры. К настоящему самолету нас бы не подпустили. Вот это я понял, это модель. Так же, как мы видим здесь стойки, шасси. Тут было бы всего более навороченного. Да, и вижу то, что сопла. Да, сопла у нас просто из карбона слеплены для вида. То есть, настоящие сопла и настоящая их структура здесь, это не то чтобы секрет, но такая штука, которую бы не подпускали, наверное, вот. Значит, у нас оказалось все это моделью. Да, если мы присмотримся к этим решеткам, они прикручены обычными шурупами. Вот, ну, как-то так вот. То есть, это, видимо, может быть, уже испытанный планер переделали под модель. Либо, не знаю. Ну, как-то так вот. Опа! А, так это уже значит 15.45. И у нас вышел на прогулку А-400. Теперь внимательнее посмотрим на F-35. Тут есть очень интересные детали. Вот, например. Знаете, что это такое? Вот тут у него расположены основные сенсоры. Это у нас под носом. Это как у вертолетов военных. Там шарик с кучей сенсоров, с кучей камер. Вот. И отсюда он может наблюдать и воздушные цели, и наземные цели. Здесь куча всякой оптики, значит. И вверх, и вниз он может смотреть. Не, вверх не может. Вниз. И вправо, и влево. Это просто... Это просто очень круто. Подвешены макеты ракет. Ракеты F-35 и вообще у всех современных истребителей пятого поколения ракеты у них утоплены. Они не то, что утоплены, они полностью закрыты во внутренних отсеках. Вот. Значит, это одна ракета. Это ракета воздух-воздух. А вот это у нас уже похоже на крылатую ракету. Крылатая ракета, которая потребляется для уничтожения наземных целей и летит либо на несколько сотен километров, либо на пару тысяч. Вот. По-моему, конкретно эта ракета, она тоже обладает технологией стелс. У нее, по-моему, дальность полета 400 километров. Если я не ошибаюсь. Вот вторая ракета, второй отсек. Там еще какая-то ракета уже с другой. С какой-то круглой головкой наведения. Вот. Вот. Вот эти все зигзаги, да, это тоже для технологии стелс сделано. Чтобы стыки были неровные, такие вот, чтобы они как можно меньше отражали. Вот. Здесь у нас опять какая-то панель. Вот. Здесь у нас... А, сюда убираются шасси. Сюда вперед у нас убираются шасси. Вот. Значит, здесь у нас опять... Сверху, бля. Здесь у нас сенсор по обнаружению ракет. А вот, кстати, мы видим, что тут что-то торчит. Ну, я не знаю, настоящее это заменено. Кстати, самолет это уже тот, который немецкий. Немецкая Люфтваффе приобрела себе какую-то часть самолетов. А в 35 решение является скорее политическим, чем вынужденным. То есть, на самом деле, немецкие Еврофайтеры, отличные самолеты и со всем спектром задач могут справиться сами, если не лучше, чем F-35. Вот. Что у нас еще? Ну, вот посмотрим на ракеты с этой стороны. Ну, интересный самолет, интересный. А теперь посмотрим оригинал. Ну, оригинал, оригинал. Ну, близко не подойдешь, к сожалению. То, что в глаза бросается, стойки у него еще тоньше, чем у того. Стойки шасси. И какая-то очень такая простая конструкция. Блин, удивительно прямо. Ну, говорят, что это уже оригинал стоит. Ну, да. Вот. Ну, так особо-то отсюда ничего не видно. Видно только все эти панельки закрывающиеся, то, что они гладкие. А, ну, вот, видно сенсоры, да? Они не как на модели, они чуть больше. Ну, да. И видно, что там что-то навороченное стоит. Они просто какие-то лампочки. Ну, вот, видно то, что сопла настоящие. В шоке от такого кайфа. То есть на F-35 можно посмотреть не только с расстояния 20 метров, но и куда идти, потрогать его и посидеть в нем. И даже покрутить все эти джойстики, понажимать на дисплей. Короче, очень удобная кабина. Отличный вид. Все максимально просто и при этом максимально информативно. Огромный монитор стоит с тобой. Ах, блин, как бы я хотел полетать на нем. Вышел я сила. Жду своего автобуса. Говорит, побежает немец на велосипеде. Спрашивает меня. Ты что, пилота в 35? Вот он, вот он. Я говорю, с чего ты взял? Он говорит, да вот у тебя кепка. Он говорит, ну да, конечно. Конечно, пилота в 35, да. Самый современный истребитель в мире, ребята. Ну, пошутил и пошутил. Короче, мы с ним минут 20 болтали. А потом я опять пошутил, и он понял, что я не пилота в 35. И говорит, я-то думаю, как можно так на улице просто так пилота в 35 встретить? Продолжение следует.